На многих водоемах города с потеплением заметно подтаял лед. В отдельных участках хоть и наблюдается устойчивая ледяная корка, однако, как говорится, умный подумает дважды, стоит ли рисковать или все же переждать и выйти на лед, когда столбик термометра укажет на безопасность такого действия. Вероятность того, что вы попадете в ловушку собственной беспечности, не отказавшись в этот период от любимых зимних забав, слишком велика. Взяв во внимание этот факт, сотрудники МЧС регулярно проводят мониторинг ситуации. Очередной рейд доказал опасность в виде трагических последствий. Не всех способно спугнуть. Рыбаку со стажем Сергея Никифорову такая погода только в радость. Для него, как настоящего любителя, важен не итог, а сам процесс. Кто-то бабочки собирает, кто-то этикетки собирает, алкоголики водку пьют, а рыбаки то же самое, что алкоголик. А то что погода уже такая стала? Вас не смущает? Наоборот, хорошее, тепло. Ну, погода хорошая, но небезопасно же сейчас? Ну, я же показал лед какой, вот. Это вот 15 сантиметров. Поспорить с Сергеем Никифоровым нельзя. Брещанин убедился, что толщина льда соответствует норме. Однако не стоит оставлять без внимания тот факт, что не на всей территории водоема показатель выше установленного – 7 сантиметров. Об этом поспешили сообщить рыбаку спасатели. В конце прошлого года, в декабре месяца 2015 года, было подписано распоряжение в облсполкоме о запрете выхода на лед в период таяния льдов. Но, к сожалению, учитывая даже такой документ, мониторинг и различные мероприятия, которые мы проводим, люди не прислушиваются. Тем самым мы видели несколько рыбаков сегодня, которые все-таки уже спустя столько времени, столько дней у нас стоит уже теплая погода, несмотря даже хоть и февраль месяц на дворе, все-таки люди ловят рыбу, не щадя свое здоровье, не глядя на те опасности, которые подстерегают их именно на озерах. Учитывая такую ситуацию, сотрудники МЧС будут продолжать осуществлять мониторинг во избежание чрезвычайных ситуаций, связанных с выходом на лед. Азарт рыбаков, их бесстрашие перед опасностью, как показывает практика, часто срабатывают против их самих.